Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. Утром 18 мая жители улицы Маршала Говорова забили тревогу. Около пяти утра в район парка Победы подтянулась строительная техника и рабочие, которые начали разбивать дорогу и бордюр, прилегающие к территории парка. По сообщению очевидцев, подготовка началась поздним вечером 17 мая, когда на дороге по улице Говорова появились фишки и ленты, огораживающие территорию. Люди забили тревогу, так как боятся новой волны застройки парковой зоны. Ведь до сих пор не лишена судьба территорий вокруг многоэтажек, выстроенных по периметру парка. Неоднократно различные частные лица и организации посягали на территорию парка и ее зеленую зону. Аттракционы, стройплощадки, снос деревьев и припаркованные в два ряда автомобили вместо тщательной уборки парка и ухода за зеленой зоной – вот что возмущает одесситов уже не первый год. На этот раз признаки беды делятся местные жители, почувствовали еще в конце марта. Все, в принципе, началось еще 22 марта, когда пересадили кусты вглубь парка на 4 метра. Был задан вопрос, на что нам было отвечено, что это делается для того, чтобы не травмировать кусты, когда паркуются машины. Но для того, чтобы припарковаться, тут сильно высокий, в общем-то, был бордюр. Местные жители предполагают, что застройка парковой зоны затеяна ради парковки. Когда мы стали звонить, интересоваться, что здесь как-то, ну, тут сказали, что тут будет сделана стоянка для машин. Ну, документы какие были показаны, ну, сейчас, насколько они подлинны, я не знаю, в общем-то, но это была ксерокопия. Насколько я знаю, что за счет территории парка никаких ни стоянок, ни расширения дорог быть не может. Дорога в этом месте действительно узкая, нуждается в расширении, говорят местные жители. Но почему расширять ее надо за счет парковой зоны, горожане недоумевают. Проблема есть, конечно, но если залезть в парковую зону ради того, чтобы здесь сделать парковку или стоянку, то это, конечно, извините, абсурд. Чтобы выяснить, что на самом деле здесь будет, расширение дороги или стоянка, мы обратились к одному из рабочих. Здесь расширяется дорога, чтобы проезд был людям, чтобы нормально было проезжать. Более подробная информация о том, кто проводит данные работы и есть ли на это разрешение, у исполнительной добиться не удалось. Сказали расширять дорогу. Значит, мы ничего не можем вам говорить. Никаких сведений, ничего нет. Придет начальство, будет. Я не знаю, не в курсе. Я просто смотрю, как работы проводятся. Ну, вы рабочий, да? Да, рабочий. В управлении информации горсовета говорят, что все проводимые работы на маршала Говорова согласованы. Скоро там появится карман для машин. Позже в этом районе городские власти обещают и новое освещение. И свет, и нормальная дорога возле парка необходимы, но не за счет самой зеленой зоны возражают властям одесситы. Да и о работах, которые планируют проводить в парке, и даже возле него необходимо оповещать население заранее. И советоваться с горожанами, а не отдавать сначала поточечную застройку целые микрорайоны, а затем сооружать парковки за счет парка. Проблему заторов на Говорова можно было бы решить, уверены местные жители, сделав эту дорогу односторонней или расширив ее за счет другой части улицы. То есть тех самых новостроев, которые уже и так существенно повлияли на состояние всего микрорайона возле парка Победы. В общеобразовательной школе номер 52 прошла встреча педагогического коллектива и родителей учеников с народным депутатом Украины Геннадием Трухановым. Самые важные и актуальные вопросы люди смогли задать Нардепу лично. Команду Геннадия Труханова руководство школы знает давно. Благодаря работе его команды в учебном заведении сделали концертный зал. Для школьников организовали прогулочные экскурсии на теплоходе Хаджибей. На нынешнюю встречу с народным депутатом пришли и сотрудники школы, и многие родители учеников. Проблемы и вопросы, которые волнуют людей, самые разные. От короткого времени зеленого сигнала светофора на ближайшем перекрестке до глобальных государственных тем. Но главное для самой школы сегодня – это ремонт фасада здания и техническое оснащение школы. Учебное заведение нуждается в современном компьютерном классе. Все-таки школа для того, чтобы развиваться, должна технически оснащаться. И мы с родительской общей усилий, но наших усилий все-таки маловато, потому что техника сегодня стоит дорого. От насущных вопросов учебного заведения вновь перешли к общим городским проблемам. Геннадий Труханов рассказал одесситам, что уже удалось сделать. К примеру, при содействии народного депутата были возведены два недостроя строительной компании «Альянс». Еще четыре ждут своей очереди. А реконструированный Крымский бульвар и спортивные площадки уже стали визитной карточкой Суворовского района. Но сейчас самая острая тема для нашего города, считает Нардеп, это наполнение бюджета. Именно от него зависят соцвыплаты незащищенным слоям населения. И уверены в завтрашнем дне сотен тысяч горожан. Мы сегодня единогласно пришли к этому решению, что в городе необходима эффективная модель управления городом. Нам сегодня необходимо в городе заботиться о том, чтобы каждая копейка, которая может поступить в бюджет, была приведена в бюджет. Мы необходимо проверить все свои резервы, посчитать все возможности наши, где, с каких статей доходов мы еще не получаем тех поступлений в бюджет, которые должны были поступать в бюджет. В рамках каждой встречи ведется протокол, где учитываются все пожелания одесситов. Геннадий Труханов убежден в том, что оперативное реагирование на просьбы людей и эффективное решение вопросов с привлечением для этого необходимых профильных служб является на сегодняшний день первоочередной задачей городской власти. Коммунистическая партия Украины за мир и единство в стране. Но для того, чтобы они были достижимыми и прочными, коммунисты считают, что по всем спорным в национальном масштабе вопросам целесообразно проводить референдум. Это дает возможность высказаться и быть услышанными всем. Во время пресс-конференции по ситуации на Юго-Востоке лидер КПУ заявил, что нынешние протесты – следствие того, что власть годами не слышала граждан. А теперь, чтобы снять остроту, предлагают децентрализацию. Но что за ней стоит? Давайте мы проголосуем перелик тих повноважений, которые обязательно будут введены в законодательное поле Украины и Конституции Украины. И этим возьмем обязанность перед народом Украины, что мы сегодня сохраним мир и остановим кровопролитие и убийство народа Украины. Варто это? Я уверен, что варто. Давайте дамы ответ только. Если Яценюк был два тижни на Донеччине и сказал про широкое повноважение, чему доси не заявлено, а что он имел на увазе. КПУ хотят запретить, потому что идет настоящая охота за голосами избирателей. Лидер КПУ Украины уверен, против них объявилась и нынешняя власть, и прошлое. Министр юстиции отверто и знахабнило заявляет, что он выполняет требования свободы и правого сектора, чтобы защищать деятельность КПУ. По мнению Петра Симоненко, Украина оказалась в эпицентре борьбы мировых супердержав. Отбывается милитаризация политики. Милитаризация политики – это проведение в общество как раз ось той неповеренности, страха, которые обязательно будут пригничать людей и не давать им возможности практически думать про будущее, а думать про то, как сегодняшний день прожить и как залишиться взагалі живым. Киев должен сам научиться решать внутриполитические проблемы, а для этого надо все острые вопросы выносить на референдум, убеждены в КПУ. Только вот есть ли для этого время? Ведь счет пошел уже на часы, подытожуют коммунистической партии. Подведены итоги всеукраинского благотворительного проекта «Неделя добрых дел». С каждым годом организаторы продлевали проект, и в Одессе в этом году он длился целый месяц. Проект «Неделя добрых дел» охватывает 27 стран, 130 городов и более 100 тысяч участников. Главная цель – создать возможности для реализации любых волонтерских инициатив и привлечь внимание общественности к важнейшим социальным проблемам. В этом году аркомитет продлил проект ровно на одну неделю и таким образом переименовал мероприятие с «Неделя добрых дел» в «Месяц добрых дел». На данном этапе проект охватывает 6 направлений, но с каждым годом и количество расширяется. Клиника Святой Екатерины участвует в проекте второй год подряд и проводит в его рамках акцию «Месяц доброго здоровья». За это время порядка 650 одесситов смогли получить бесплатную консультацию семейного врача и оформить карту здоровья. Минимальное обследование, лабораторные анализы, которые необходимы для консультации семейного врача, электрокардиограмму, доврачебный осмотр – то есть это все те минимальные обследования, которые могут составить вот такую карту пациента, карту здоровья и дать рекомендации по дальнейшему обследованию и по дальнейшему лечению. Желающих пройти обследование было так много, что месяца доброго здоровья не хватило. Мы, безусловно, никому не будем отказывать и в любом случае мы нацелены на то, чтобы оказать помощь каждому. То есть если к нам обращается человек и у него есть какая-то проблема, и мы можем помочь и решить эту проблему, это в наших силах, мы, безусловно, это делаем каждый день, вне зависимости от того, что месяц добрых дел начался, закончился или продолжается. То есть это наша позиция. В рамках акции одесситы также смогли приобрести медицинские полисы с 50% скидкой. Этим предложением воспользовались многие. Более тысячи человек, это без членов их семей, и плюс еще, если посчитать всех членов семей, это порядка 10 тысяч человек, получили возможность оформить медицинский полис на скорую помощь по абсолютно льготной стоимости и быть уверенными в завтрашнем дне, что если понадобится экстренная медицинская помощь, то она будет оказана вовремя, в срок и качественно. По словам Татьяны Филипповой, поддержать проведение акции «Неделя добрых дел» в клинике намерены и в следующем году. Это позволит помочь еще большему количеству одесситов. Антикризисные меры не должны воплощаться в жизнь за счет простых украинцев, уверена Наталья Королевская. Кандидат в президенты Украины предлагает свою программу по выводу страны из кризиса. Ухвалення урядового закону про запобегання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного росту в Украине стало справжньою катастрофою для незахищених верст населення. Крім підвищення тарифів та податків, документ передбачає скорочення цілої низки соціальних виплат та замороження заробітних плат для працівників бюджетної сфери. До того ж, нова влада призупинила щорічний перерахунок пенсії та урізала допомогу перенародженій другої дитини на 20 тисяч гривень, а третій – на 83 тисячі. За словами Королевської, останнім часом до неї звернулися тисячі молодих мам, пенсіонерів, ветеранів і працівників бюджетної сфери, які стали заручниками кризи. На її думку, найбільш уразливі верстви населення потребують термінової допомоги. Тому колишній міністр соціальної політики зареєструвала 9 квітня звернення до Конституційного суду України. Королевська вважає, що КСУ зобов'язаний розтлумачити положення закону про запобігання фінансової кризи, оскільки деякі його норми порушують Конституцію України та урізають права мільйонів громадян. Ми підготовили обращення в Конституційний суд, де ми просимо і требуємо, щоб Конституційний суд срочно розглядив норми цього закону і прийняв справедливе рішення. І я дуже сподіваюся, що ці рішення встановить справедливість в нашій країні. Чи дослухається держава і чи намагатиметься Кабмін повернути соціальні гарантії своїм громадянам, поки невідомо. Проте будь-яка влада, кожен її чиновник, має знати, що завжди знайдеться той, хто стане на захист українців, заявила Королевська. Я сделаю все, що від мене зависі, що зависі от нашої команди, щоб не допустити сокращення соціальних гарантий самих незащіщенних людей в нашій країні. Одеситы жалуються, що детський сад номер 238 на улиці Балковська никак не можуть запустити в роботу. Маленькі одеситы, місто жительства которых предполагало привязку к этому дошкольному заведению, вже успешно готовиться стать первоклассниками, а садик все ще не відкрив свої двери. Территориально детсад знаходиться в депутатському округі Геннадія Чекиты. І депутат по многочисленним просьбам гаражан намерен разобратися з тим, чому на три года затянувся процес реконструкції і капітального ремонту здання. Более трех лет назад депутат Горсовета Геннадій Чекита совместно з експерседателем Малиновской райадминистрації Людмилой Жадановой обратились в соответствующие інстанції, щоб подготовити проектну документацию по реконструкції детского сада. І лише полгода назад було заявлено, що сад якобы готов принимать детей. В нього даже була завезена мебель. Однак открытие вновь задержали із-за неработающих коммуникаций. Существує також проблема по подаче электроэнергії в данный детский садик. Я обращался к начальнику облэнерго, конкретно разбирался в организации схемы подачи электропитання в данный детский сад. І, наконец-то, мене буквально позавчера сообщили, що в принципі консенсус достигнут между нашим управлением капітального строительства і облэнерго. І, наконец-то, по идее, детский садик должен был запуститься. Як можна було реконструировать сооруження без согласования со всеми коммунальними службами, остається вопросом. Районная власть уже давно вдає направление детям в це учреждення. Матери ждут, не в силах устроитися на роботу, а двери сада по-прежнему закрыты. Я пришел сюда, щоб задати вопрос заведующому детского сада, когда же буде все-таки открыть детский сад, потому що сегодня у мене якраз був прием граждан города Одеси, і несколько мамочек пришли ко мене і спросили. В течении полгода вони ждуть, получили вже наряди от нашого Малиновського райисполкома на то, щоб устроити своїх дітей в детский сад. Геннадий Чикита намерен добиться открытия детского сада на Балковській уже к 1 декаді мая. В центральній части міста на пікет вышли одеситы, щоб виразити своє відношення к планам Эдуарда Гурвица. Люди заявляють, що не хотят видеть бывшого мэра знову в кресле городського голови. Щоб показати, наскільки, по їх мнению, абсурден возврат политика на дважды потерянное место, горожане організовали мирну, гротескно-сатирическую акцію. Гротескно-сатирическая акція в центре Одеси приурочена к началу избирательной кампании на пост городського голови. Як известно, о намерении принять участие в выборах неоднократно заявлял экс-мэр Эдуард Гурвиц. Собравшись под стенами неформального офиса политика выразили своє саркастическое отношение к планам оставного городського голови. Там przyехо влашаватимы, тотしい дорогой. Там przyехо влашаватимы, тотしい дорогой. Эдик, эдик, эдик… Эдик, эдик, эдик… Настолько известная эта личность в Одессе, что мы не могли не поприветствовать начало его кампании И напомнить ему, а также одесситам, что мы все помним проделки, которые совершала его мэрия Мы намерены с ними бороться, но так вот в легкой иронической форме На плакатах протестующих обращение к Эдуарду Горвицу К примеру, мы любим ваш карательный генплан и без Горвица дефолта не дождешься Прошлые каденции Эдуарда Йосифовича, по словам протестующих, они вспоминают, как страшный сон И продолжение сериала «Горвиц 3» не хотят Он уже себя исчерпал, он столько сделал для отдыха плохого Он продавал круглый дом, сколько людей от него плакали Я не хочу, чтобы он был горел Продолжалась власть тоталитарная, разграбительная И этого конца и края не будет, если это случится опять В новой Украине, которая формируется, нужна и новая струя, новая кровь Поэтому человеку уже пора на пенсию На пикете всем собравшимся раздавали сувенирные 100-долларовые достоинства власти С портретом бывшего мэра, на которых вместо номинала значилось «сто раз имеют вас» Никто лучше вас не застраивал в парке! Никто лучше вас не застраивал в парке! Разместить депозит в надежном банке и таким образом закрепить свой доход на высоком уровне Укрсивбанк предлагает клиентам выгодный депозит, надежный доход Банк входит в одну из крупнейших и самых прибыльных европейских финансовых групп BNP Pariba Подробности знают наши корреспонденты Каждый человек хочет быть уверенным в безопасности своих сбережений Для сохранности средств в условиях политической и экономической нестабильности Эксперты не советуют одесситам хранить деньги дома Помимо того, что такие сбережения ненадежны, они очень быстро обесцениваются Поэтому самый безопасный вариант довериться специалистам Ведь с точки зрения надежности, безопасности и доходности Альтернативы банковскому вкладу сегодня не существует Тем, кто решил положить свои деньги на банковский счет Стоит обратить внимание на финучреждения с иностранным капиталом В Украине таких несколько Собственником Укрсивбанка на 84,9% является одна из крупнейших европейских групп BNP Pariba Также 15% акций принадлежат Европейскому банку развития и реконструкции Уже вхождение в саму группу международную BNP Pariba и ее безупречный опыт Являются лучшей гарантией, которую может предложить банк BNP Pariba более чем полутора века работает на территории 80 стран мира И насчитывает более 190 тысяч сотрудников Укрсивбанк является ключевым игроком на украинском банковском рынке Говорят в финучреждении Сегодня в банке открыты и действуют социальные программы для всех слоев населения Автомобилистов, семейных людей, а также пенсионеров Учитывая популярность краткосрочных банковских вкладов Укрсивбанк BNP Pariba Group представляет клиентам выгодную депозитную акцию Надежный доход При открытии такого вклада можно дополнительно заработать до 13% годовых в гривне Укрсивбанк BNP Pariba Group предлагает надежный доход Это депозит на 3 месяца со ставкой 13% годовых Например, разместив депозит уже в апреле, вы сможете получить доход в июне более 30 гривен с каждой тысячи Оформить депозит можно в любом из 500 отделений Укрсивбанка, расположенных во всех городах Украины Для этого необходим паспорт и индивидуальный налоговый код Кроме того, зарегистрировать свой банковский вклад можно не выходя из дома Через систему удаленного доступа интернет-банкинг Это удобно и выгодно, говорят клиенты А экономисты, в свою очередь, подчеркивают С точки зрения безопасности и доходности реальной альтернативы банковскому вкладу сегодня нет И, конечно, гарантией надежности является прозрачность структуры банка, открытость деятельности Непомерно высокая ставка не должна быть определяющей при выборе депозита Умеренный разумный доход уже является гарантией Более 20 лет на украинском рынке и 2 миллиона клиентов Банк известен своей надежностью, европейскими стандартами работы, прозрачной структурой и открытостью деятельности За это время у вкладчиков с Укрсибанком сложились доверительные и прочные отношения Сочетая украинские традиции и европейскую стабильность Укрсибанк гарантирует качественный сервис по лучшим международным стандартам И полную безопасность каждой доверенной банку гривни Воскресение Христова – самый большой и светлый христианский праздник Близится пасхальный колокольный звон И уже скоро священнослужитель обойдет с кадилом прихожан А крапив святой водой их снеть Но духовное приподнятое настроение уравновешивается финансовыми реалиями Связанными с подготовкой к пасхальному столу Во сколько обойдется нынче воскресное празднество Смотрите в следующем репортаже Одесситы готовят лукошки, чтобы наполнить их крашенками, сдобным тестом и другой пасхальной классикой Кто-то все еще выпекает куличи собственноручно Но большинство покупают их в торговых точках Сахарные и ванильные, с изюмом и патокой, воздушные с цукатами В магазинах в эти дни просто сдобный рай, который для многих наступит после самого длительного в году и строгого поста Пасочки купили, купили яйца, красим по-домашнему, луковой стружкой В этом году решили не выпекать, потому что ребенок маленький, пока нет времени, к сожалению А во сколько вам обошлись пасхи по деньгам? Около 15 гривен штучка небольшого размера Мы в принципе постимся всю жизнь, чтобы сознание было на возвышенном уровне Уже купили пасхи? Да Какую стоимость? По 20 А 20 еще нашли дешевую, да? Да, на привозе Конечно, появляются новые силы Идешь в церковь, святишь это все Ну, праздник хороший Уже купила, уже купила Какую стоимость сейчас пасхи? А разные есть, есть и 50 гривен, есть и 12, есть и 7 маленькие Чем еще будете наполнять пасхальную корзину? Ну, немножко мяса купила и овощи Одесситы не скупятся на ассортимент в Лукошке Несмотря на призывы священников сведить только пасхальную снец Крашеные яйца, куличи и творожные пасхи, кагур Несут, как говорится, что Бог послал Традиция это такая у нас в семье Все к этому относятся очень трепетно Хлебушек, соль Также мясной какой-то продукт И воду тоже освещаете? Воду, конечно Масло домашнее, да, яйца Это вообще обязательно, разноцветные, желательно побольше красного А в церковь пойдете? Конечно Каждый год ходите? Да Ну, не всегда на всю ночь, но, ну как, обычно хожу Многие одесские хозяйки традиционно предпочитают домашнюю выпечку Просевают муку, готовят опару, дрожжи, изюм Перемешивают ингредиенты около полутора часов Такие же принципы соблюдаются и в точках общепита Вводим все ингредиенты, тщательно перемешиваем До полного растворения Масса однородная Начинаем вводить муку Постепенно Вводим муку, вымешиваем вручную Месим полчаса Даем отстояться, тесто подходит Через полчаса тесто уже видно, что оно подходит Вводим изюм Перемешиваем, опять же тщательно, тесто не густое Чтоб тесто было замешано мягко Все в теплом помещении, без сквозняков Без шума, без гамма Чтоб все было тихо Сколько стоит испечь пасхальный кулич? Сместительное масло, сметана, молоко, сахар, изюм, яйца Плюс всевозможные ванильные приправы и краска для яиц Итого около 165 гривен И это только на саму выпечку Принято печь Пасхи в чисто четверг и в субботу перед праздником В пятницу в день выноса влащеницы и всеобщей христианской скорби Никто не посвящает время предпраздничной подготовки Это действительно очень важный духовный акт, который должен создавать каждый православный человек А относительно корзинки, вот у меня будет в этом году впервые опыт Я бегу творожную пасху, никогда еще этого не делала Я, честно говоря, не знаю, чем это все закончится Но вот творческое такое настроение есть Я ни разу не наблюдала, мама все время их ночью готовила между работой Как всегда, мы купили яйца, будем красить их Всякие свечи, корзины, птицы-плят игрушечные для украшения Конечно, мы вчера пекли Пасхи по полной программе Сами дома Обязательно изюм, это самое главное Но, естественно, настроение Пасхальное Пасхи – это мой самый любимый праздник Я обязательно иду, Пасхи светим мы в церкви С малышом в этом году первый раз идем Так что главное настроение, задор и соблюдать все праздничные традиции Дорог, прежде всего, сам духовный посыл, который приносит Пасха Минуты благодатного спокойствия забываешь обо всех финансовых трудностях Сопряженных с подготовкой к этому дню, считают одесситы Тысячи кубометров воды засверкали на солнце мириадами брызг На Соборной площади включили фонтан После зимы гидротехническое сооружение Расконсервировали, перебрали все механизмы и привели в порядок Из 22 городских фонтанов, находящихся в коммунальной собственности города Запустили пока лишь 4 Остальные заработают после майских праздников Источник жизни, гармонии и хорошего настроения Сегодня Одесса стала еще краше На Соборной площади заработал фонтан Ежегодное обслуживание гидротехнических сооружений Достаточно дорогостоящая и хлопотная процедура Пока что из 22 городских фонтанов Расконсервированы только 4 Коммунальщики обещают в ближайшие дни запустить все резервуары Но при этом настоятельно просит горожан бережнее к ним относиться Не ломать и не купаться Не ломать, не замусоривать и относиться с любовью Фонтан не для того, это не купель, это не бассейн, это не море в конце концов Это требует определенных затратных часть Вода в фонтанах обрабатывается специальными реагентами Которые не дают возможности свести фонтаном, зацветать Чтобы это было не зеленое болото какое-то Красивый, сверкающий, приятный бассейн Который наполняется сверкающей водой Заработавший фонтан на соборке сразу же собрал вокруг себя и маленьких, и взрослых Я считаю, конечно, что нужно поддерживать это все Чтобы не запускались фонтаны в городе А все-таки, чтобы это... Но все равно это красиво, это очень облагораживает город Это для нас традиционно, для Одессы Чтобы фонтан работал Слава Богу, он таки работает Тебе нравится фонтанчик? Ага, ага А чем нравится, что тебе нравится? Мне нравится его вода А мне тоже По словам специалистов, остальные фонтаны во всех районах города заработают в начале мая, когда установится по-настоящему теплая погода В Одессском национальном академическом театре оперы и балета снова звучит орган Второй после реконструкции короля инструментов концерт органной музыки пройдет 23 апреля В программе Бах, Ференс, Лист и Антонио Сальери Музыкальное действие на подмостках театра Новый повод насладиться внушительной звуковой феерией За реконструированным инструментом органистка Ольга Ефремова Рассказывают, что этот клавишно-духовой инструмент поселился в театре 1971 года В те времена органы и концерты в театре проводились регулярно И теперь после реконструкции эту традицию необходимо возродить Люди разных конфессий хотят услышать этот инструмент не только как церковный инструмент, но и как инструмент совершенно светский И вот такую возможность, не привязанным быть к конфессиям, дает этот инструмент Таката, Адажу и Фуга Баха и Фантазия Ференс, Листа Программа составлена таким образом, чтобы удовлетворить вкусы и чаяния самого требовательного слушателя От ценителей музыкальной монументалистики до поклонников кружевных переборов органных регистров Это и стилистически разная музыка, и по характеру, по динамике Это совершенно разные стили, как я уже сказала, это будет обязательно музыка Баха Это будет символика музыкальная Баха в произведении Ференса Листа Солистка исполнит барокковые органные композиции при участии оркестра театра, чего не было на первом презентационном органном концерте На акустической репетиции сверили баланс звучания, проверили готовность оркестра к камерному выступлению Много думали о возможных программах после того, как орган наконец-то реставрировали И решили воспользоваться возможностями нашего театра Оркестр, хор, солисты И решили ежемесячно сдавать органные концерты с разными составами оркестра, с разными составами солистов В Одессе задержан 63-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство Как сообщает пресс-служба ОБЛУВД, двойное преступление совершено в квартире на улице Мечникова Милицию вызвали люди, услышавшие крики о помощи от женщины, выбежавшей во двор и истекавшей кровью Жертв оказалось две, и одна умерла по дороге в больницу В квартире сотрудники ведомства обнаружили пьяного хозяина, на руках и одежде которого были следы крови Мужчина приходился одной из женщин отчимом, она с подругой пришла к нему в гости Компания выпивала, и пенсионер выразил возмущение тем, что взял в банке несколько кредитов на лечение падчерицы А та не помогает в погашении долга По данным следствия, хозяин схватил нож и начал наносить удары в разные части тела женщины Подруга попыталась защитить ее и тоже получила ранение Открыто уголовное производство Подозреваемому грозит длительный тюремный срок или пожизненное заключение Сотрудники СБУ и Госпогранслужбы в функте пропуска Славяна-Сербка в рейсовом автобусе, который прибыл из Молдовы, нашли взрывчатку Подозрению правоохранителей вызвала сумка со спецодеждой, строительными инструментами и с банками краски В этих банках и находились взрывоопасные предметы Тротиловая шашка весом 200 грамм и три гранаты F1 По словам водителя автобуса, сумку ему передал незнакомый человек в Тирасполе, а забрать ее должны были в Одессе На место прибыла следственно-оперативная группа Пассажиров эвакуировали Проводится расследование Спецслужбы выясняют происхождение взрывоопасных предметов Сотрудники милиции с поличным задержали руководителя одной из общественных организаций во время получения взятки 3,5 тысячи долларов США функционер требовал у Одессита за выделение земельного участка Денежное вознаграждение председатель правления общественной организации потребовал у мужчины, который обратился к нему по поводу выделения земельного участка недалеко от областного центра Чиновник согласился помочь, но предупредил, что необходимо оформить членство в объединении, поскольку право на участки имеют только члены данной организации Все необходимые документы он пообещал выдать сразу же, как только заявитель принесет оговоренную сумму 3,5 тысячи долларов США О незаконном требовании должностного лица Одессит немедленно сообщил в милицию Сотрудниками государственной службы по борьбе с экономической преступностью Суворовского района города Одессы совместно с прокуратурой города проведен ряд оперативно-рожастных мероприятий В результате которых задержан с поличным председатель областной организации садоводов-инвалидов Который вымогал с гражданина Одессы денежные средства в сумме 3,5 тысяч долларов США за выделение ему земельного участка под застройку жилого дома Значит уголовное производство На очередную встречу с председателем правления заявитель отправился уже в сопровождении правоохранителей Как только чиновник получил деньги и отдал мужчине членский билет и документы на земельный участок, его тут же задержали Открыто уголовное производство, подозреваемому грозит штраф до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества Кроме того, на взятки попался и участковый инспектор одного из городских отделов милиции Правоохранитель вымогал у бывшего заключенного 6 тысяч гривен за непривлечение к админответственности за нарушение условий, установленных в пенитенциарной службе в связи с его освобождением Правоохранителя взяли во время получения денег в служебном кабинете По факту получения МЗД открыто уголовное производство Ущерб за выброс пальмового масла в порту Южный возмещен полностью Как сообщает облпрокуратура, 3 миллиона долларов США заплатила судоходная компания Напомним, 30 июля прошлого года в порту Южный во время проведения перегрузочных работ С судна под флагом Тувалу произошла утечка 12 кубометров пальмового масла в акваторию порта По случаю празднования Пасхи в ночь с 19 на 20 апреля в городе будет перекрыт ряд улиц Так движение будет ограничено по маршруту крестного хода, который начнется в 12 часов ночи Будут перекрыты улицы с Пантелеймоновской до Лентинанта Шмидта От Итальянского бульвара до Среднефонтанской По Екатерининской до Малой И в 2 часов вечера 19 апреля будет ограничено движение на прилегающих городским храмам и церквям улицах В частности, это касается улиц, расположенных рядом с Успенским, Кафедральным и Спасопреображенским соборами У Свято-Троицкой церкви, Свято-Архангела Михайловского женского монастыря А также вокруг других храмов и церквей Одессы Это вся информация к этому часу Спасибо за внимание Я с вами прощаюсь Далее в выпуске прогноз погоды Всего доброго Продолжение следует...